Привет, друзья! Итак, продолжаем работу присланными ножами. На сегодня у меня нож того же мастера, который делал Булат, Андрей Приказчиков, но на этот раз кованая Х12МФ. Заточка мастера. То есть по отзывам Х12МФ показывают неплохие результаты. Вот такой вот ножик. Ну, опять же, обо всех каких-то недочетах я не буду пока рассказывать. Начинаем работу данным ножом. Посмотреть, насколько хватит остроты, насколько времени продержится режущая кромка. Вот такой интересной формы рукоять. Нож. Нож весит 127 грамм. В принципе, вес небольшой. В процессе работы буду делать небольшие ролики, как обычно. Завтра будут крылья. Сегодня не будет. Ну, сегодня запускаем. Буду работать тем, что есть. Посмотрим коррозионную стойкость. В общем, вот такой нож Андрея Приказчикова, кованая Х12МФ. Начинаем. Понедельник. Двадцать восьмое ноября. Булат. Булатный нож, который вот был его. Я его вчера, я в субботу ему отдал на выставке. Теперь пообщался с ним, переговорил. То есть он будет смотреть, делать какие-то там анализы. Смотреть на него, почему он не режет. В общем, если захочет, может ещё пришлёт. Ну, а пока сегодня у нас Х12МФ. Ощущения от работы ножом положительные. То есть, несмотря на довольно-таки массивную рукоять по отношению к клинку, нож очень удобный в работе. Это надо признать. Он, то есть, рукоять, очень приятно, как говорится, наполняет ладонь. То есть, нет никаких, не надо никаких прикладывать усилий, чтобы его как-то там держать или ещё что-то. То есть, он классно ложится в ладонь. И, в принципе, он позволяет делать какие-то там маленькие такие работы. То есть, подрезать ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. То есть, в этом плане эргономики нож удобен. Ничего сказать не могу. Ну, это пока только начало у нас. Как поведёт себя стой ещё неизвестно. В любом случае, ещё объём работы ножом предстоит достаточно большой. Режем, как обычно, до того момента, когда перестаёт резать плёнки и сухожилия. Пока всё хорошо. Продолжаем. Продолжаем. Очень удобно в работе нож. Так что, не погрешу, если скажу, что можно смело заказывать его. Нож легкий, удобный, клинок сведен тоненько, режет хорошо, насколько удобно пока еще не знаю, но в целом экономика и геометрия ножа очень приятная. Так что можно смело заказывать, пока каких-то таких особых нареканий к этому ножу нет. Так что продолжаем. Привет, друзья! Итак, прошу прощения, вчера не написал еще одно видео, там где я резал филешку. Закончилась у меня батарейка в фотоаппарате. Продолжаем сегодняшний день. Ну что ж, вчера нож отработал без всяких проблем. Давай сами видите, что достаточная острота еще осталась на ноже. То есть нож пока работает без проблемно. Сегодня будут крылья, а уже по крыльям будем смотреть, какой будет результат на режущей кромке. Итак, сегодня, господа, вторник. Нож Андрея Приказчикова, кованая, х-12. Погнали! Итак, 14 часов пройдено. Вот в этом месте, где-то вот в этом райончике, появился маленький засветик на режущей кромке. Откуда он взялся, ну, понятно. Но, тем не менее, он есть. Ну, в принципе, это никаким образом на работе ножа не сказывается. Но, нож по-прежнему еще острый. Хочу сказать еще такой момент, что... Что после намокания, матьяя и всего остального, на клинке никаких пятнышек, там, разводов, ничего нет. А вот рукоять, после того, как она намочится, и... То есть, когда она мокрая, она начинает высыхать. То есть, открываются поры. Вот, в рукояти есть... Видно, поры даже не логтем цепляются. То есть, видно, либо туда попадает вода, либо еще что-то. То есть, древесина либо расходится, волокна, либо еще что-то. И она становится шершавой. Ну, такое ощущение, как шершавость есть. Но, тем не менее, поры вот открыты. Чтобы не было... Ну, они какие-то есть. То есть, вот в этом месте, вот вы видите, да? Потому что глубина, ну, сам кончик лезвия заходит. Но, тем не менее, я не знаю, как дальше поведет себя. То есть, если ее сильно мочить рукоять, не знаю, разбухнет она, не разбухнет. Вот еще один такой момент. Но, тем не менее, после молокания ее держать очень удобно. Сейчас я заметил этот момент. Посмотрю, после того, как рукоять высохнет, она примет форму или нет. Или остается такой же самой шершавой, как и была. Ну, что ж, продолжаем. Режу шашлычок. Пленочки. Ну, вы видите, перерезает за одно движение, без всяких проблем. Ну, что ж, Х12МФ. В принципе, на данном этапе весьма и весьма хороша. Как режет, мне нравится. То есть, несмотря на то, что там есть на режущей кромке маленький заминчик, засвет появился. Наверное, не за мин, просто за свет. Но, тем не менее, на работе это никак не сказывается. Так что продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 посмотрим как он отработает и уже туда к вечеру будем делать итак начинаем началось небольшое закупление режущей крючки это уже чувствуется то есть для перерезания материала уже нужно прикладывать чуть чуть больше усилия чем было изначально но хочется надеяться о том что нож еще сегодня отработает до конца дня без всяких нерожиданностей ну в общем продолжаем видите в это место там где клин не на уровне больше раз здесь забивается всякой фигней надо будет попробовать выковыряться или не выковыряться потому что как-то мне это не нравится должно в принципе и вываться ну что ж продолжаем ну что ж 22 часа работы полет как говорится нормальный естественно что первоначально острота пропала но тем не менее рабочее качество ножа еще в хорошем состоянии думаю что сегодняшний день отработает без проблем мы будем смотреть мы будем смотреть в каких-то моментах есть небольшое затыкание затыкание ну а в целом пока ничего страшного не произошло итак продолжаем перехожу, так сказать, к очередному этапу работы уже чувствуется о том что прошло затупление уже прям ощущается явно-явно но тем не менее нож еще не хочет сдаваться еще сопротивляется ну что ж дадим ему шанс выступить показать всю свою мощь, все на что он способен что могу сказать на этом ноже очень хорошо наблюдается степень затупления то есть он не так что лавинообразный вот он резал-резал-резал, а потом раз и перестал то есть он становится тупым постепенно то есть можно контролировать этот процесс когда надо его вместе подправить то есть нож в этом плане я могу сказать очень предсказуемый и это довольно таки хорошо о том что здесь нет никаких каких-то не будет неприятных сюрпризов в работе то есть в какой-то период владелец новый стрепот работает таким ножом этой сталью, этой термичке то есть увидит, почувствует о том что вот вот нож начал примерно как сейчас подмыливать то есть его надо будет слегка поправить ну что ж продолжаем я так думаю сегодняшний день у нас работает а уже завтра наверное все ну время покажет доброе утро друзья итак очередной день работы ножом из стали Х12МФ Андрея Приказчикова на данный момент нож отработал 26 часов но уже он откровенно тупой поэтому как говорится жить ему осталось уже не долго но тем не менее в целом по работе нож меня порадовал ну все замечания по ножу я скажу в конце ну как говорится в заключительном видео ну а пока продолжаем резать работу посмотрим на сколько его еще хватит итак погнали что-то строится уже вот-вот-вот скоро-скоро нож перестали резать пока еще сопротивляется ну что ж пока резать хотя не включусь чуть-чуть выше продолжаем ну что ж дорогие друзья нож уже режет с прикладыванием достаточного усилия мякоть еще без пленок без ничего он еще в принципе справляется но уже на роте попадается сухожилие или пленка уже естественно как-то начинает затыкаться вот здесь вот шея так ну все не будем больше мучить итак нож отработал сейчас скажу нож отработал 28 часов 30 минут ну давайте считай 28 30 и на этом все он уже стал некомфортный для реза то есть его хочется уже поправить режущая кромочка блестит давайте посмотрим как он все конец фильма ну что ж вечером сниму еще заключительный так сказать ролик по данному ножу это нож который у меня был в работе это еще еще один нож мастера Андрея Приказчикова первый был его булат второй сталь у колонная Х12 МФ ну что ж вполне доволен работой этим ножом потому что нож показал себя в работе очень хорошо то есть никаких каких-то таких неприятных казусов не случилось что мне понравилось о том что Х12 МФ в его исполнении она как сказать предсказуемая то есть она начала потихоньку затупляться режущая кромка то есть не так головинообразно что раз и сразу затупилась то есть она потихонечку уже видно было когда момент наступал о том что вот-вот уже нож требует правки ну естественно я его не правил то есть я его как говорится до тянул до того момента когда он уже перестал резать на это все прошло общая работа 28 часов там 30 минут или сколько 29 не помню в общем в принципе результат неплохой сейчас давайте я попробую порезать канат я не знаю как он будет резать с той степени затупления которое есть на режущей кромке то есть даже невооруженным глазом видно вот в этом месте вот в этом месте засветы и несколько засветов вот здесь то есть сейчас возьмем бумажку то есть об агрессивности реза никакой речи идти не может то есть ну давайте попробуем порезать канат вы видите сами о том что канат он не режет нож полностью тупой вот режу сейчас вот этим участком который ближе к больстеру ну здесь ситуация более-менее радостнее но тем не менее все как говорится конец фильма нож уже не режет ну что ж в принципе я это и предполагал о том что с такой степенью затупления о том что режущая кромка полностью блестит нож резать уже ничего не будет бумагу бумагу еще каким-то образом еще режет ну а так в принципе уже все ну что ж замечание по ножу у меня только одно это рукоять которая пачкает пальцы при долгии работе то есть и если я заметил такой момент что рукоять рукоять мокрая то есть капельки водички несколько туда ну то есть стерлись допустим скатились остальные впитались в эти поры которые здесь есть то есть поры здесь довольно таки большие я по-моему в каком-то видео показывал кончик лезвия вставлял сюда то есть оно еще висит ну что ж ну а вполне да отзывы о х12мф от Андрея приказчикова по интернете довольно таки хорошие то есть я да я в этом убедился сталь естественно звезд неба не хватает ну и не сказать что это унык как говорится очень она плохая то есть она предсказуема это уже радует о том что не будет никаких каких-то нюансов каких-то недоразумений то есть в процессе работы видно когда уже надо нож править вот и когда ее надо уже затачивать или перетачивать еще единственный момент я не могу понять почему не подогнано не сделано заподлицо в больстере вот здесь здесь набивается всякая хрень при разделке извините за выражение по-другому не скажешь то есть вот этот момент либо отсточили бы упор сделали либо клиночек туда ну в общем как-то вносит какой-то непонятный как-то смотришь вроде нож собран хорошо но вот эти какие-то маленькие такие недочетики как-то они непонятно как она правится я не знаю как она затачивается я тоже не знаю вот я могу в принципе сейчас продемонстрировать давайте попробуем мне самому интересно думаю Андрей не будет против здесь у меня керамический стерженек стерженек айдахоновский я купил его на выставке арсенал вот давайте попробуем по методу триангла несколько раз пройдусь в принципе достаточно ну и давайте попробуем вот вот понятно что это наверное либо усадни той системы либо у меня руки кривые но кромка вы видите не восстановилась острота не набралась ну что ж на этом туда так и остановимся нож будет отправлен в владельцу пускай он смотрит степень затупления что там есть на кромочке что нету а на этом я буду с вами прощаться что могу сказать ссылка на мастера будет под видео я рекомендую присмотреться к его ножам будет возможность в принципе у него клинки недорогие и вы получите недорогой но хороший качественный нож на этом на этом я вам скажу до свидания всего доброго пока пока до свидания до следующих встреч